Привет, друзья! С вами Рома и канал Просто Симуляторы. Неожиданно заканчивается второй и последний в этом году мой отпуск, поэтому, други мои, последние дни этой недели я планирую плотненько отдохнуть от канала. Хочется перезарядить все-таки батарейки. Ну и вернусь я к вам в воскресенье с новостным обзором за вторую половину июля. А пока же, друзья, перед тем, как я уйду, небольшой эксклюзивчик касательно карты Самаровка. Вы регулярно спрашиваете о судьбе этого дальнобойного проекта, тем более, что в последнем выпуске новостей за первую половину июля я ничего о ней не рассказывал. Но это не значит, что авторы над ней не работают. Они очень плотно ей занимаются, и карта очень сильно изменилась с того момента, когда мы в первый раз по ней прокатились и в целом посмотрели на дальнобойный антураж федеральной трассы, которую и окружает, в общем-то, вся эта карта. Так что, друзья, в этом обзоре предлагаю еще разочек прокатиться по ней. Там очень много вкусных объектов появилось. Ну и, разумеется, поговорим о будущем проекта, когда же все-таки ожидать карту и чего еще по ней осталось сделать авторам. Так что, друзья, предлагаю вам прокатиться в этот замечательный уголок в районе федеральной трассы М5 Урал в республике Башкортостан. Погнали! КПК-карты, как и сама карта, еще не готовы, но общее впечатление о проекте Самаровка можно уже составить. Это все те же огромнейшие просто поля, разумеется, пока они еще не разбиты на отдельные участки, но все равно стоимость будет безумная, пока это все вместе стоит больше 100 миллионов УЕ. Что касается культур, то они стандартные, есть новые виды продукции, но на них мы также посмотрим. В центре карту пересекает трасса М5, есть несколько баз, точнее, три ключевых таких точки. Это, собственно, стартовая база растеневодческая, две производственные площадки, а также три зоны отдыха вдоль трасс и лесопилка. Сейчас мы на все это добро, разумеется, посмотрим и проедемся, ведь главная мулька, разумеется, этой карты дорога, поэтому мы, разумеется, эту дальнобойную тему и разовьем. Вот такие вы видели виды продукции, ребят, пока не все из этого реализовано. Также поговорим о том, какие еще будут производственные площадки и объекты реализованы, пока посмотрим на то, что есть. Мы в данный момент находимся на территории предприятия СХПК Бидонов. Это, ребятки, классическое производство. Ну вот, пожалуйста, все сами видели насчет плаката. Ну, в общем, полезный совет. Так вот, СХПК Бидонов – это классическое растеневодческое предприятие. Именно оно будет биться в полях за урожай. Разумеется, огромные поля, огромнейшая из базок с кучей полезной инфраструктуры, поэтому в копе здесь будет играть одно удовольствие. Да и одному можно понаставить кучу техники, и, разумеется, в кайф потом работать со всем этим добром к полям. Здесь было две автомастерские, пока они как здания реализованы, еще не прописаны триггеры. Но вот забравка, например, уже рядом с мастерской действующая, вот такая вот тоже большущая, ездя развернуться. Рядом с заправкой у нас находятся такие объекты, как, например, огромнейшее просто зернохранилище. Вот это вот здание с покатой крышей – это и есть оно. Просто огромнейшее-огромнейшее, ребятки, здание. И рядом с этим зданием еще четыре склада расположены. Для, опять же, ваших нужд, хотите технику с инструментами ставьте, хотя гаражей предостаточно, да и территория хотите, там, опять же, рассыпайте урожай как захотите. Ну вот она, пожалуйста, необходимая антуражная инфраструктура, котельная, беседка, КАМАЗ, разумеется, на которой мы будем путешествовать по этой карте. Ну, сами понимаете, под такую музыку, на другой, в общем-то, технике нельзя, просто грешно кататься, не на мази же нам ехать под вот эту самую легендарную мелодию. Ну вот она, вторая мастерская, также тут куча полезных плакатов антуражных, здесь вообще хватает билбордов, рекламных плакатов вот таких. Не то чтобы, скажем так, про пользу дела, хотя и про пользу дела здесь хватает, ну, хватает вот и юморных моментов, некоторые я просто показывать не буду, потому что они за гранью, скажем так, цензуры, очень даже за гранью. Ну и вот, собственно, ребятки, четыре склада в ряд стоят, рядом вот такая точка, где можно будет хранить наши кормовые материалы, склады просто огромнейшие, разумеется, тут все, что угодно может влезть, развернуться можно на чем угодно, так что имейте в виду, когда карта выйдет в общий доступ, можно будет разгуляться на этом растеневоческом предприятии, просто очень-очень активненько, куча техники, любое абсолютно здесь влезет, любые габариты, так что можно будет в удовольствие работать в полях, понимая, что действительно можно припарковать на своей территории все, что угодно. Конечно же, не всем нравятся большие поля, но, опять же, большое поле всегда можно раздробить на небольшие, особенно если вы играете не с точным земледелием, которое, в общем-то, придирается к тому, насколько вы рационально работаете с землей. А так, пожалуйста, из поля можно сделать и, опять же, несколько маленьких полей, поставить свои производственные объекты, еще какие-то антуражные моменты, которые вам нравятся. В общем, все, что не захотите. Большое поле – это не приговор. Ну, а мы тем временем выезжаем с предприятия СКПК Бидонов. Собственно, вот она там, за нашей спиной осталась эта большая площадка. Также у нас тут, пожалуйста, стоит Стелла. Она и ранее была, в предыдущем обзоре мы ее видели, но тогда еще база сама по себе не была полностью готова. Сейчас она практически готова. Но есть некоторые элементы, которые будут, опять же, реализованы вроде остановки и так далее. Ну, хватать будет моментов, которые еще появятся. Мы, между тем, друзья, движемся к трассе М5 Урала. Разумеется, как бы она была изначально мулькой этой карты. Ну, и, конечно же, в первую очередь мы посмотрим, какие новые объекты появились на ней. Ну, и далее поедем смотреть на производственные площадки. Вообще, ребята, когда изначально создавали карту, а ее авторами являются Эльмир Амиров и Саша Селезнев, вот они планировали сделать карту по-быстрому. Просто с полями, с маленькой деревней. И так, ради интереса, такой первый совместный проект. Но потом, посмотрев на то, что получается, они поняли, что хотят большего от карты. И вот эта идея, которая, в общем-то, казалось бы, она всегда где-то была рядом. Все-таки те, кто играют в фарминг-симуляторы, многие играют в другие транспортные симуляторы, как Eurotrack Simulator 2, или тот же American Truck Simulator, от той же студии SCS Software, ну и другие разные игры, типа Spintires, SnowRunner и так далее, так далее, так далее. Вот эта дальнобойная тема, она всегда где-то была рядом с фермы, но почему-то никто эту тему не решился докрутить. Здесь же ребята решили ее раскрутить, и действительно получилось очень здорово. Учитывая, что изначально очень сложная задача стояла, оживить вот такую карту, она все-таки, ребятки, степная. Это был взят реальный участок трассы 5 Урал из жизни. И, господи, Башкортостан, это не самая, скажем так, лесистая местность. И в данный момент еще и взят был участок трассы, на котором нет каких-то развязок, чего-то такого, мостовых переходов. Но вот в остальном, вот то, что нужно было реализовать, ребята пока реализуют так, как это нужно. Действительно, с необходимым туражем, вот, пожалуйста, появились указатели направлений. Три зоны отдыха вдоль дорог. Причем зоны отдыха совсем необходимым. Это вот, пожалуйста. И всевозможные магазинчики, кафешки, шаурмячные всякие. Автозаправка действует уже сейчас, как, в общем-то, оно и должно быть. Всевозможные билборды, бутафорская техника, в том числе отечественная. Все это вот есть то, что создает настроение. Поэтому тем, кому нравится действительно логистическая история Farming Simulator 22, то есть помимо того, чтобы работать в полях, там, в лесах еще где-то нравится сам процесс переездов, не только ботов запускать с косплеем, но и самостоятельно, то, конечно, получите удовольствие. Потому что действительно здесь очень приятно проезжать. И надо понимать, что еще не все объекты из антуража трасс реализованы. Разумеется, хотя, конечно, есть моменты, связанные там всякими латками, трещинами на трассе, но появится еще, разумеется, разметка, будет еще где-то освещение, знаки, еще появятся дополнительные рекламные билборды. В общем, антуража будет на трассе хватать. Поэтому переезды из одну зону в другую, они, разумеется, будут доставлять определенное удовольствие. Тем, кому нравится глазами любоваться на все происходящее. Действительно, карта не удушает своим вот этим однообразием. Да, поля огромные, но в целом релакс, учитывая, что тут есть эти элементы, отбойники и прочие, прочие, прочие моменты. Надо сказать, ребятки, логистика здесь довольно-таки развитая, хотя мы сейчас вот с вами едем только по ключевой трассе, импять Урал, и с нее будем сворачивать потом на севере карты в две производственные зоны. Но здесь хватает еще всяких проселочных, грунтовых дорог, которые позволяют местами резать путь. Поэтому, когда карта будет готова, разумеется, обращайте на это внимание. Все-таки, конечно же, это здорово по федеральной трассе кататься, но когда вам нужно время сэкономить, например, доехать, например, в данном случае мы сейчас едем на предприятие СТК Северенев, второе очень важное, друзья, производство, вот тут можно срезать путь, например, съехав с федеральной трассы, сразу по проселочным дорогам вдоль Паеи, проехать восточнее, чтобы не делать огромный крюк, сначала по федералке, а потом прямо на севере карты сворачивать вправо. Здесь есть несколько вариантов того, как можно срезать эту дорогу. Так что это тоже надо понимать. Не только одна федералка эта трасса живет. Хотя надо понимать, что жизнь на карте, так или иначе, все равно будет сводиться именно к тому, что вы будете раз за разом возвращаться на федеральную трассу. Если не для того, чтобы заниматься логистикой, перевозками, то для доставки товаров, именно вот те же фастфуды, всевозможные, мотели, потому что именно на них будет завязана продажа вот конечной продукции. С одной стороны, да, что-то мы получаем в полях урожай, который необходимо будет потом доставить, например, либо на этот СТК Селезнев, который, кстати говоря, вот издали уже виден справа, там же у нас виднеется и Самаровка, которая появилась наконец-таки на карте. В прошлый раз, когда мы делали обзор на нее, разумеется, ничего этого не было. Вот опять же, доставить урожай туда, получить какую-то готовую продукцию, например, там уже есть маслобойка, сахарный цех, зерновая мелица, или там у нас с левой стороны еще есть одна производственная зона. Опять же, вот получаем готовую продукцию, и уже ее везем, чтобы получить серьезные деньги именно все равно на трассу. Так что федералка так или иначе будет присутствовать в жизни игроков на Самаровке регулярно, если, разумеется, фермер хочет получить максимальный доход от работы на ферме. Ну и вот она, друзья, вторая зона отдыха, точнее, даже первая, если смотреть в историческом экскурсе, как же строилась эта карта Самаровка. Вообще с нее все начиналось, вот именно эта дорожная история. Вот сейчас тут указатель появился в направлении такой классный. Ну и, разумеется, антуража тут тоже добавилось. Заправка, кафешки, все на свете, на месте. Ну, появились, вот, пожалуйста, бутафорские транспортные средства. Живет, в общем, карта активненькая на зонах отдыха. Ну, пока, да, действительно, не хватает здесь пешеходов, дорожного движения, но, ребят, все будет. Причем трафик дорожный будет отечественным, он будет прям жирный, жирный, жирный. Разумеется, всего рассказывать не буду, но есть уже понимание того, что карта будет прям наша в доску. Поэтому все игроки из постсоветского пространства в этом плане кайфанут. Это будет действительно в плане трафика самая лучшая карта. Да, в принципе, то, что касается дальнобойной истории, у нее нет конкурентов, потому что сколько бы карт у нас не было в данный момент, вот, если вспоминать карты, которые пересекают трассы, но вот есть карты, где все очень здорово в плане дорог реализовано, но дальнобойная тематика вообще не раскрыта никак. То есть, можно было поставить точки продаж, еще чего-то, зоны отдыха активные. У нас даже зоны отдыха эти особо никто и не ставил, такие, чтобы действительно доставляло удовольствие. Хотя на некоторых 4Х-картах это можно было действительно реализовать. Но вот эту простую историю, казалось бы, никто не взял, а ребята взяли ее, раскрутили, и вот за счет этого карта получилась со своей фишкой действительно. То есть, она очень сильно выделяется. Хотя, казалось бы, у нее есть такой ограничитель, как вот эта вот самая степная местность в республике Башкортостан, минимумы леса, поля, поля, поля и дороги. Но вот все это реализовано очень аккуратно и так, как это должно быть. Вот, пожалуйста, та самая деревня Самаровка. Маленькая деревушка, которая дала название карте, но, собственно, не Самаровка главное, а то, что ее окружает. Самаровка как раз-таки стоит перед предприятием СТК Селезнев. Сейчас мы на него заедем, но тут, правда, в тупик такой попадаем определенный. И поеду я, ребятки, в объезд обратно. Мы сейчас метнемся тут наискосок. Я думаю, КамАЗ нас вытащит все-таки в гору. Да, вытаскивает. Спасибо ему. Здесь вот как раз-таки тоже один из важных антуражных моментов. Здесь по краям карты есть в двух местах поезда. Вот они такие стоят на приколе, на вечном. При этом дорожного движения какого-то нет, но все равно вот этот, знаете, дополнительный логистический антураж в виде железных дорог он, тем не менее, на карте присутствует. Ну и вот она точка производственная СТК Селезнев. Важная история в плане именно получения готовой продукции, которая уже будет переносить на существенную большую прибыль. Если, как я уже сказал, с ХПК Бидонов это про урожай с полей, то вот это уже полноценная производственная площадка. Здесь у нас находится зерновая мельница и цеха по производству сахара и масла. Весь антураж, разумеется, присутствует на этой территории. Это, как мы могли заметить, стоят фуры в ожидании погрузки, пожалуйста, личный транспорт, ну и вот, конечно же, производственная цеха. Вообще, то, что касается СТК Селезнев, вот эта площадка, она реализована по принципу технопарка. То есть, это не отдельные друг от друга предприятия, это вот такие заводские цеха, зоны, где все в одном месте находится и производится. Поэтому, в общем-то, обращаясь на это внимание, проблема с тем, что проезжать надо будет между предприятиями, вот таких проблем не будет возникать, потому что это все цеха на одной производственной площадке. Вот она, пожалуйста, маслобойка, цех по производству сахара мы только же проехали, рядом с тем, еще разок метнемся, очень много всевозможных проездов, где можно прокатить. Как вы можете обратить внимание, не будет проблем с тем, чтобы на полноценных автопоездах туда закатывать, то есть, с длиннючими прицепами, с цепками разгружаться, в общем-то, одно удовольствие здесь. Ну, что поделать? Не хотите такой карты? 4Х карта, но есть 4Х карта. Куча территорий, которые позволяют действительно авторам развернуть все объекты и базу, и производственные площадки прямо на широкую ногу. Поэтому, вот, друзья, действительно, любители масштабных работ, вот именно сельского хозяйства в масштабе, они здесь действительно кайфанут, потому что все необходимое есть, есть антураж логистический, и есть необходимые производственные площадки. Ну, как я уже сказал, не все еще нанесено, еще к релизу карты появятся 4 производственных объекта. Сколько бы Эльмир, например, не думал, что нужно производство все-таки поменьше, но когда он ставит одно, понимает, что нужно поставить еще одно, то есть выстраивать длиннючие производственные цепочки. Разумеется, все это должно быть в определенном антураже, и это самая главная проблема, с которой Эльмир столкнулся, потому что с одной стороны можно, конечно, натыкать всяких дефолтных предприятий, переменил вывеску, сделал ее русскоязычный, но это все не то, когда ребята начали с того, что соответствующий антураж должен быть у дороги, множество интересных новых объектов, которые не было на других картах. Разумеется, возникает потребность в том, что объекты на производство должны быть тоже какие-то особенные, хотя бы не примелькавшиеся, либо действительно собранные с нуля, поэтому огромная работа ведется над антуражем, просто огромнейшая, поэтому вот ребята и какое-то время молчали, ну просто очень много вот этой мелкой работы незаметной, предприятия эти появлялись медленно, но потому что нужно еще необходимый антураж реализовывать на карте, а мы между тем, ребятки, переезжаем на другую часть карты, перескочили мы опять через трассу М5 Урал и мчимся сначала на точку одну из зон отдыха, третья, вот их всего три крупных зон отдыха, а рядом с ней находится еще одна важная производственная площадка, самая сладкая производственная площадка, там у нас находится предприятие по производству печенюшек, там же у нас еще, ну вообще частная пекарня находится, большая, так что вот там сластеные могут разгуляться по полной программе, но мы пока подтягиваемся как раз так к зону отдыха, пока ребятки едем, что нужно сказать еще вот из того, что я не сказал, ну вы сами прекрасно обращаете внимание, действительно, как видите, все дороги на карте, они возвышаются над землей, над уровнем тех же полей, это неспроста, в каждом регионе, наверное, своя особенность, например, у меня в Курской области, моей родной, зачастую дороги именно такие, с возвышенной части, и действительно радуют, хотя, казалось бы, карта из Башкирии, из Башкортостана, но вот все равно мой глаз радует, потому что пейзажи незнакомые, когда вот все делается на одном уровне, авторы карт не заморачиваются, неважно наши, либо Забгорные, когда дорога на одном уровне с полем, ну как бы это не совсем есть гуд, хотя надо понимать, что есть места, где вот именно так и есть, трасса на уровне тех же самых полей хватает этого, не только в Европе, но и в Штатах, опять же, но мы подъехали как раз таки к третьей зоне отдыха, здесь есть необходимый ребятки антураж, все что нужно, вам и банька, шаурму хотите купите, не хотите троиться в фастфуде, пожалуйста, есть кафешки всевозможные, можно автозапчасти прикупить, ну и разумеется, куда уж без сетевого супермаркета, на котором мы сейчас также посмотрим, вот пожалуйста, шумячка, вот она, тоже магазин, закусочная, ну и вот она пятера, через дарвы, именно пятера, да, вот они автозапчасти, ну разумеется, есть опять же антураж в виде всевозможных бутафорских автомобилей и сидельных тягачей с трейлерами, в общем, действительно полноценная федеральной трассы, ну и собственно в стороне от нее вот такая вот зона есть, ну а мы с этой зоны сейчас свернем, ребятки, как раз таки, на это сладкое производство, о котором я говорил, пока мы едем, еще один, ребят, важный момент, отмечу, он очень сильно выделяет вообще карты, над которыми работает Эльмир Амиров, вот до этого он реализовал карту колхоз Южный, к ней можно по-разному относиться, она также 4Х карта, но что у нее было не занимать, это оптимизация, уровень оптимизации просто высочайший, у нас мало какие карты наши, вот особенно то, что касается 4Х и далее, оптимизированы хреновато, что есть, то есть, и давят они на компьютер очень сильно, вот эта карта, хотя она уже сейчас, она не готовая, она навесит без малого гигабайт, она загружается быстро, она сохраняется быстро, она не тупит без конца, хотя вот я, казалось бы, первый раз за день запускаю сегодня компьютер именно с этой картой, модовой, но тем не менее, проблем не возникает, то есть все гладненько, насколько это возможно, работает, и это действительно очень важный момент, поэтому, ребятки, обратите внимание на эту карту, если у вас возникают проблемы с 4Х проектами, вот это действительно один из немногих проектов, в частности наших, которые действительно радуют уровнем оптимизации, здесь он действительно на хорошем уровне, это очень важный момент, лично для меня, для моего компьютера принципиально важный, потому что, когда подлагивают там некоторые частные карты, приватные, да и некоторые общаковые, это, конечно, напрягает, здесь же все более-менее ровно идет, но вот, ребятки, с высоты наше сладкое производство, потому что, знаете ли, снизу вверх смотреть не так, очень интересно, а здесь же сразу виден масштаб вот этой частной, друзья, пекарни лепешки, лепешка, да, вот так по-французски, здорово смотрится, действительно, очень-очень классный, производственный, огромный объект, и еще, как я уже сказал, появится на карте четыре таких объекта, но мы сейчас бегаем еще на лесопилку, ехать на нее уже не имеет смысла, потому что расстояние просто огромное, лесопилка здесь относительно, это, ребятки, такая дровокольная, здесь надо будет колоть дрова для, опять же, мангалов на тех же самых точках отдыха для дальнобойщиков, чтобы они могли покушать шашлычка и ту же шаурму на углях, ну, вот, казалось бы, да, карта, в первую очередь, степная, ну, кое-какой лес на ней имеется, для масштабов 4х, конечно, такого леса маловато, но для 2х было бы просто за глаза достаточно, в общем, друзья, проблем с тем, чтобы наколоть дров на этой карте не будет, в общем, такая вот, на данный момент получается весьма и весьма симпатичная карта, ну, и в конце обзора скажу, ребятки, что я уже как-то и говорил, карта будет выпускаться через донат, то есть будет собираться определенный донат и далее карта выйдет в доступ, а далее уже ребята будут ее обновлять, план у них по обновлениям, разумеется, присутствует, так что скучно на Самаровке не будет, разумеется, даты выхода ребята уж сами объявят, что и когда, пока вот карта еще готовится, но, как вы могли заметить, очень многое на ней реализовано, действительно, карта стала очень приятна, даже в сравнении с тем моментом, когда я вам первый раз показывал вообще то, что на ней есть, сильнобойная тема действительно раскрывается, элементов становится все больше, ну и ждем, когда появится и новое производство, разумеется, трафик, разметка на дорогах, освещение, клумбы и прочее, лабуда, которая доставит еще больше удовольствия нашим глазкам, но я, друзья, пока поеду в Пятеру, сгоняю, а может быть, хотя, конечно же, и шаурмуку куплю, все-таки надо отдохнуть, набраться сил перед отдыхом, ну и опять же, надо КАМАЗ припарковать на территории СКПК Бидонов, но у меня, друзья, на этом все, все, что хотел вам показал и рассказал, будьте здоровы, здоровья вам и вашим близким, разумеется, всех вам благ и дай нам Бог мирного и чистого неба над головами, будет скучно, заглядывайте в группу просто симулятор, конечно же, не в ближайшие дни, но вот к воскресенью обязательно, там у нас выйдут и новостные всевозможные блоки, ну и само собой новостной обзор за вторую половину ИВИ, но я же, друзья, ненадолго прощаюсь, совсем скоро, разумеется, еще услышимся и увидимся на канале просто симулятора. Пока-пока!